Как только заходишь в выставочный зал художественной галереи, сразу попадаешь в мир праздника, обилие ярких красок и солнечного, почти совсем весеннего настроения. С картин смотрят многочисленные коты, ангелы, цветы, виднеются улочки Нижнего Новгорода. Произведения Максима Приданова сразу запоминаются особенным авторским почерком и контрастной цветовой палитрой. Настроения, которые дарят эти работы, конечно же, они зовут и кличут весну, потому что это яркие краски, сюжеты, которые здесь мы видим, они посвящены и Нижнему Новгороду, и фантастические, и сказочные. Очень приятная по цвету, такая карамельная, можно сказать, мармеладная живопись отчасти, как будто бы мы действительно ждем какого-то праздника. Живопись Максима Приданова уже известна саровским зрителям. Его работы на протяжении нескольких лет выставляли на разных площадках Сарова. Но в экспозиции «Новые сказки старого города» можно впервые увидеть и произведения Ксении Придановой, дочери художника. В своих работах Ксения применяет синтез искусств, смешивает дизайн, живопись и графику. Ее работы больше отсылают нас к такому направлению, которое появилось в американской художественной культуре в середине 20 века. Это поп-арт, когда популярные вещи попадают в изобразительное искусство. Здесь и духи, здесь и мода, здесь какие-то модные течения. На выставке представлены более 70 работ из авторских и частных коллекций. Такие разные, но яркие и цепляющие глаз картины понравятся не только взрослым, но даже детям. Тем более, что Максим Приданов в каждой работе придумал необычные и забавные названия. По этой выставке можно и нужно приходить с детьми, приходить с семьями, потому что она такая радостная, позитивная. И мне кажется, что в наше такое серо-белое время, вот как сейчас, она, конечно, станет ярким пятном в культурной жизни города. Выставка «Новые сказки старого города» продлится до середины весны, а завершить ее планируют творческой встречей с Максимом Придановым. Подробности можно узнать по телефону 702-87. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.